Уважаемые зрители, предлагаем вашему вниманию передачу «Звиад Гомсахурдия. Комментарии к сообщению о смерти». Гомсахурдия Звиад Константинович, сын народного поэта Грузии Константина Гомсахурдия, филолог, кандидат наук, правозащитник, сидел в тюрьмах Москвы и Тбилиси, политик, президент Грузии с апреля 1991 по январь 1992 года. После свержения из президентского поста бежал в Чечню к своему личному другу Джохару Дудаеву. До последнего времени продолжал бороться за власть в Тбилиси, пользуясь сильной поддержкой в Западной Грузии. Родился в 1939 году. Умер. Съемочная группа российского телевидения в посольство Грузии в Москве. 5 января мировые и российские информационные агентства передали драматическое сообщение о самоубийстве экс-президента Грузии Звиада Комсахурдия. Много неясностей, подробностей неизвестны. Неясно даже, соответствует ли действительности само главное сообщение. Идет ли речь о самоубийстве Комсахурдии или об убийстве. Если так, кому это убийство выгодно. Возможно даже, что экс-президент Грузии жив. Валерий Анатольевич, что Вам известно? Неизвестно в данный момент все то, что известно Вам. То есть о смерти или о самоубийстве, о кончине Грузии в Грузии в Сахурде я узнал от средств массовой информации в Москве и России. Больше ничего. Больше абсолютно ничего? Больше абсолютно ничего. Вы связывались с руководством? Я связывался и с руководством республики, и с некоторыми моими коллегами в Пелисе. Все они говорят, что они тоже узнали из этих средств массовой информации России. И чтобы они отсюда задавали мне вопрос, а что Вам известно? Больше того, больше того, то, что нам известно. Ситуация продолжает оставаться неразрешенной. Все и друзья, и враги бывшего грузинского президента сходятся на том, что этот человек не мог покончить с собой. Всех знающих Звиада может только насмешить версия о самоубийстве глубоко верующего христианина и человека, который несет ответственность за свое дело и за свою страну.